Привет! Сегодня поговорим об колоночной сетке и об направляющих в Figma. Итак, как ты уже наверно знаешь, в Figma есть линейки, они же направляющие, по которым ты можешь выравнивать свой контент, чтобы все было ровненько и круто смотрелось. И это очень круто, такие направляющие есть в богоподобном фотошопе, просто в солнцеликом фотошопе тоже есть направляющие, точнее я бы сказал в Figma тоже есть направляющие, такие же как в фотошопе. И ты можешь всегда взять свой какой-то шейп и выровнять ровненько по этим направляющим. И тогда у тебя будет дизайн какой-то крутой, классный, ровненький и подогнан так как нужно. И этим Figma не отличается от фотошопа, поэтому зачем вообще нам изучать Figma и обращать на нее внимание. К тому же в фотошопе есть куча каких-то какого-то софта, сайтов, с которых ты можешь скачивать различные сетки, направляющие под разные задачи и это вообще супер-супер классно. Ну да, это супер классно. Но, как ты можешь знать, опять же, в Figma тоже есть, помимо вот этих направляющих, есть еще система сеток, вот она LiveGrid, которую, к сожалению, ты не можешь нигде скачать, хотя можешь скачать, конечно, какие-то кем-то уже созданные мукеты сеток. Но при этом ты можешь сам ручками создать свою какую-то колоночную систему, сетку, систему сеток для того, чтобы точно так уравнивать свои какие-то объекты. Как ты видишь, они тоже показывают направляющие, показывают, что ты ровненько все поставил и все как бы нормально. И возникает закономерный вопрос, нафига вообще нужно Figma направляющие и вот такая вот система layout grid. В чем смысл? Ну да, там layout grid, у нее там масса разных настроечек, подстроечек, каких-то можешь создать сетку под определенную задачу, а направляющие придется при этом ручками вытаскивать. Это не всегда удобно. Но, тем не менее, для чего тогда нужны такие простые направляющие, если мы имеем layout grid? Ответы на этот вопрос скроются не так-то уж и на поверхности. То есть, нужно немножко понимать физику работы программы для того, чтобы понять, в чем разница, более такая глубокая разница между layout grid и просто направляющие. Разница заключается в следующем. Чтобы нормально использовать кровооблочную систему сеток в Figma, ты должен быть хотя бы немного знаком со свойством объектов как Constraints. Вкратце сейчас расскажу. По умолчанию каждый объект, созданный в фигме он привязывается к верхнему левому краю своего родительского элемента. У меня вот родительский элемент iPad mini. Вот это его дочерний элемент, этот ректенгл, который находится внутри него и, соответственно, он привязывается к правой части и левой части этого iPad. А ты можешь настроить эти привязки как угодно, в зависимости от твоей задачи. Но по умолчанию происходит именно так. И при изменении какого-то масштаба твоего родительского фрейма, твои объекты всегда будут по-прежнему привязаны к нужным сторонам. Точнее к тем сторонам, которые ты указал. Давай, например, вот этот привязан к внизу и правой части и смотрим, что получается из этого. Вот, что получается. Он всегда будет привязан на одинаковое расстояние к отвлечь 91-221 к правой и нижней части. Сейчас мы вернем исходный размер iPad. Ты увидишь, что расстояние точно те же. 91-221. Как бы я не изменял его, он всегда будет на таком расстоянии от краю своего родительского фрейма. И вроде бы это очень крутое свойство. Да, это очень круто. Это просто феерическое свойство Figma, которое там много что позволяет нам делать. Особенно во время создания адаптивных сайтов. Но если ты будешь работать с колоночной системой сеток, то твои объекты все будут привязываться не к краям фрейма, как в этом случае. Видишь, голубые линии нам показывают, к какому краю фрейма привязан тот или иной объект. Если ты будешь работать с колонками, то твои объекты будут привязываться не к краям фрейма, а к краям именно колонок. Обрати внимание, давай сейчас уменьшу. Видишь, вверх топ привязан к краю фрейма, потому что горизонтальных колонок здесь нет, но есть вертикальные и left привязан именно к краю колонки. То есть мы можем с тобой даже сейчас замерить это расстояние. Расстояние 41 пиксель. Давай мы его удалим. И если я буду изменять масштаб своего фрейма, то как ты видишь, мой прямоугольник, он всегда будет находиться именно на расстоянии 41 пиксель от края той колонки, в которой он находится. 41. Вот такое замечательное свойство. Как ты видишь, колонки расширяются, потому как в данном случае у меня установлена стрейч. О более глубоких настройках LiveGrid сегодня рассказывать не буду. Как ты видишь, все работает очень клево. И этот прямоугольник тоже прилип к левому краю в своей колонке, именно той колонке, в которой он находится. Что бы я ни делал с ними, они всегда будут находиться именно там, где нужно. Вот такое замечательное свойство. Но как же на практике его применять? Ну для начала нам нужно с тобой знать, что такое Constraints. Вкратце мы сейчас упомянули Constraints. И давай посмотрим, как работают наши привязки уже на каких-то более-менее реальных макетах. Как ты видишь, два одинаковых фрейма у меня есть, с одинаковой абсолютно информацией. Один выровнял просто по линеечкам, таким как в чудесном богоподобном фотошопе. А во втором я применил колонки в фигме вертикально и горизонтально. Ну естественно применил каждому какую-то Constraints, чтобы все нормально масштабировалось. Теперь давай посмотрим, как тоже можно догадаться, здесь ничего не происходит. А здесь происходит просто волшебство. Я могу изменять масштаб своего фрейма так, как хочу. При этом вся информация будет оставаться читаемая и видимая. Как ты видишь, все тексты растягиваются так, как нужно, при этом не изменяя своего внешнего вида. То есть они остаются читаемыми. Картинки тоже растягиваются так, как мне хочется. Причем это работает не только по вертикали, но и по горизонтали, потому что я применил еще и горизонтальную сетку к этому макету и могу масштабировать его как угодно. При этом все расстояния внутри моего макета остаются прежними. Все на прежнем уровне. То есть внешний вид остается вполне ровным и классным. Плюс ко всему, имея какие-то уже заранее предустановленные размеры фреймов, я могу в один клик менять разрешение. Под такой экран, под такой экран, под вот такой экран. И при этом все мое содержимое, как ты видишь, остается столько классным, что тут говорить. Но ты можешь мне возразить в данном моменте и сказать, что я, работая с вот этим макетом, в котором есть система сеток, применял Constraints. А работая с вот этим макетом, не применял Constraints. Как ты видишь, Constraints стандартный. Вверх и лево. Ну что ж, давай я скопирую данный макет. И, как ты понимаешь, он скопировался с теми же настройками Constraints. Видишь, верх-низ, право-лево. Дальше давай. Копнем внутреннего фрейма, право-лево, низ. Проверяем, сравниваем с этим. Право-лево, верх-низ. И внутренний фрейм точно те же настройки. Ну и такие же точно настройки будут у каждого, абсолютно у каждого объекта. Потому что это копия. И в этой копии я просто удаляю колонечную систему. То есть Constraints у нас остается идентичный. Разница только в присутствии колонок справа и в отсутствии этих колонок слева. Теперь давай посмотрим, что из этого получается. А не получается ничего хорошего. Потому что... Потому что ничего хорошего не получается. Вот почему. Просто у нас нет колонок. И каждый объект привязывается теперь к краям своего фрейма родительского. То есть к краям артборда, если так угодно. Здесь же каждый фрейм привязывается к краям своих колонок. По горизонтали к вертикальным розовым колонкам. По вертикали привязывается к синим горизонтальным колонкам. И именно поэтому я могу добиться такого эффекта резинового сайта. При этом не изменяя размер расстояния между объектами. Все у меня остается читаемое и просто замечательное. Надеюсь, я смог объяснить тебе, в чем разница между колонками и направляющими в Figma. И надеюсь, ты отныне будешь чаще использовать колонки в своей работе. И наконец-то забудешь о богоподобном фотошопе, о котором почему-то в 2019 году никто никак позабыть не может. А все работает в нем по вот этим привычным всем направляющим, от которых по сути-то мало толку.